Здравствуйте, товарищи зрители! Ну, сегодняшнее видео одно из главных, потому что магний – это основа, в общем-то, жизни и очень многих биологических процессов. У меня выходило несколько видео о магнии, ссылки на них я вам оставлю. Я советую вам лишь хотя бы посмотреть одно про магний 4 в 1, про 4 хилатные формы магния в одном препарате. То есть то лучшее, что есть естественно, магний можно получить сам по себе, минерал. Если вы много едите зелени или так называемый зелёный коктейль, когда в блендере сбивается разная зелень, там укроп, петрушка, сельдерей, шпинат и так далее, с чем-то. Например, с бананом некоторые, хотя я советую есть просто больше зелени. То есть буквально вот такой объём большой такой миски каждый день, чтобы получить магний. А вот зачем магний нужен? Всё-таки давайте я вам сейчас расскажу то, что может быть вы никогда не слышали, чтобы в совокупности понять, насколько вот вы даже не понимали, это важно. И как просто, ну для многих людей это самый лучший приемлемый способ получать магний, который всё-таки усвоится. И напомню, что такое липосомальная форма. Любой витамин, минерал, есть такая технология, можно вовлечь внутрь фосфолипидной оболочки. Такой витамин или минерал, попадая в ЖКТ, не разрушается там, пройдя по кровеносной уже системе до каждой клетки нашего организма. И там, в каждой клетке, этот элемент вовлекается в биологический оборот. А сама фосфолипидная оболочка идёт на построение клеточных мембран. То есть такое вот двойное выгодное применение. К тому же КПД близкий к 100%. И, в общем-то, аналогов этой технологии нет и не нужно. Это самый лучший вариант. И ещё важно, конечно, чтобы магний был в усвояемой форме, чтобы он был в органической форме. И вот сегодняшнее видео я сделал в той связи, что, во-первых, новые факты я хочу рассказать вам о магнии. А во-вторых, познакомить вас с липосомальной формой магния, которая идёт уже вместе с витамином В6. А вот зачем, сейчас всё поясню. Есть основные четыре причины дефицита магния. Ну, во-первых, когда человек просто с пищей банально, магний не получает. Ну, например, зелень не ест. А где магния содержится много? Больше всего. Ну, конечно, в зелени. Вот всё, что зелёного цвета на вид, как раз зелёный потому цвет, что в нём есть хлорофилл. А основа хлорофилла – это ион магния. И так всё зелёное содержит магний. И калий, и многое другое. Но сейчас мы говорим о магнии. Это очень важно понимать. Поэтому ешьте много зелени. Это первая аксиома. Далее. Вторая причина – большой расход, перераспределение атомов в организме. В общем, это большие потребности, которые не закрываются поступлением магния в организм. Мало кто знает, что синтез гемоглобина у нас в организме идёт за счёт перестройки хлорофилла. Структура, объёмная конфигурация пространственная, что гемоглобина, что хлорофилла одинаково идентичны. Только в основе гемоглобина – атом железа. А в основе хлорофилла – атом магния. И за счёт цианкобаламина, то есть витамина В12, идёт вот эта перестройка. И именно так синтезируется гемоглобин. Вернее, перестраивается у нас в организме. Ещё одна причина дефицита – это снижение функций всасывания кишечники. У многих людей сейчас есть различные дисбактериозы, синдром дырявого кишечника, так называемый. Ну, в общем, это большая проблема, большая. Ну и четвёртая причина – это большое выделение магния из разных выделительных наших систем по тем или иным причинам. В своих прошлых видео о магнии, а ссылки я оставлю, я там это подробно пояснял. К дефициту магния, отдельно это надо подчеркнуть, приводит, например, алкоголь. Физическая повышенная нагрузка требует большого количества магния. Гипертония у кого? Ну, правильно сказать, артериальная гипертензия, когда мышцы, которые окружают каждую артерию, спазмируют по той или иной причине и держат этот спазм, находятся в спазмированном состоянии, порой часто потому, что не хватает магния для расслабления этой мускулатуры. Ну и вообще всей мускулатуры нашего организма для хорошего расслабления, хорошего, значит, отдыха, сна – это как раз для этого необходим магний. Такие периоды жизни, как рост организма, там, стрессы, беременность и лактация, они требуют большого количества магния. А из питания сейчас вы, я уверяю вас, не получаете нужное для организма количество магния, тем более люди находятся в стрессах, люди находятся в иных состояниях, когда дисбактериоз, когда потребление магния большое, и главное, его расход большой, он не усваивается. И вот это беда, понимаете? И поэтому вроде бы вы даже можете есть магния прилично из пищи, но его по признакам определенным, ну тем более по анализам, всегда в дефиците. Еще один очень важный момент. С возрастом магний хуже усваивается, и магний надо потреблять больше. Поэтому, кстати, в том числе у пожилых людей прогрессирует артериальная гипертензия. Магний – первое дело, чтобы снизить повышенное артериальное давление. Давайте немного я расскажу о проявлениях дефицита магния. Есть так называемые трофические симптомы. Это выпадение волос, ломкость ногтей, дисплазия соединительной ткани, остеопороз. Да-да, дорогие друзья, как раз тот самый кальций, чтобы усваивался, да, нужен витамин D3, чтобы он удерживался в костях и не вымывался в кровеносную систему и не гулял там, устраивая проблемы с атеросклеротическими бляшками, когда в основе ее, ну, как в основе бетона, есть каркас из арматуры. Вот кальций – это тот самый каркас из арматуры. Чтобы этого не было, нужен витамин К2. Тем более, в липосомальной форме есть и D3, и К2. Ссылки я вам оставлю, можете их приобрести, потреблять. Так, ну вот, и еще нужен магний для того, чтобы кальций, как они работают в связке. Чтобы правильно и в полной мере усваивался кальций, необходим магний. И поэтому учтите это, это профилактика остеопороза, начиная вот с буквально 20-25 лет. Теперь про сердечно-сосудистые симптомы. Вот лишь некоторые проявления дефицита магния по сердечно-сосудистой системе. Это ангиоспазмы, региональные нарушения кровообращения, аритмия сердца, увеличение длительности депрессии, повышение агрегации тромбоцитов, ускорение развития атеросклероза, ну и лобильность сосудистого тонуса. Весцеральные проявления дефицита магния такие. Возникновение статических запоров, гиперкинетических поносов, то есть крайние ситуации, раннее старение организма и кожи в том числе, возможные проявления отеков, как побочных проблем тех или иных, или ускорение этих проблем. Ну а по нервно-мышечной системе, если можно так объединить эти системы вместе, и по психической сфере следующие проблемы. Это судороги и спазмы в мышцах, вы наверняка все испытывали эти проблемы, особенно вечером, когда особенно икры ног, вот начинают аж спазмировать, аж боль страшная скручивает, не можете вытянуть ногу, это дефицит магния. И витамина В6. Гиперрефлексия, тремор конечностей, это мышечная слабость. Бывает, что от физической работы люди устают быстрее, чем в норме это положено, или со временем все быстрее и быстрее. Это никакая не старость, есть определенные объективные на то причины. Конечно, мышцы с возрастом уменьшаются в количестве, саркопения развивается у всех людей в той или иной степени, но дефицит магния, это как раз вот те яркие проявления, о которых я говорю. Если не спазмы, то мышечные подергивания, которых тоже не должно быть, это первый симптом дефицита магния. Потом снижается устойчивость к стрессам, к инфекционным воздействиям. Часто у людей наблюдаются головокружения из-за дефицита магния, головная боль по типу мигрени. И конечно, снижение концентрации внимания, особенно у детей, но тем более, если они не едят зелени. А откуда им брать магний? А детям для активного роста, для умственных нагрузок больших, магний нужен тоже в больших количествах, примерно как взрослому человеку. Совсем скоро я подведу некие итоги, для чего же всё-таки нужен магний. Ну, как бы закрепление той информации, которую я дал, и что-то ещё новое расскажу. Кстати, мало кто знает, что магний участвует в обмене глюкозы в организме. И тем самым это один из важнейших элементов, которые сдерживают развитие инсулинорезистентности и сахарного диабета второго типа. Ну, а сейчас кратко про этот новый уникальный препарат. Казалось бы, зачем он нужен, если есть магний-4 в одном? О нём было видео, я ещё раз говорю, посмотрите его потом обязательно. И посмотрите сам этот препарат. Но дело вот тут в чём. Многим людям просто необходимо повышенное количество витамина В6. О нём, конечно, я отдельного видео пока не делал хоть, но говорил во многих своих видео предыдущих, недавних. В том числе видео про 5-гидротрептофан. Ну, в общем, это очень важный витамин. Скорее всего, отдельное видео о нём стоит сделать. Но вот в этом продукте, а это всё-таки липосомальный магний, и там добавлено хорошее, приличное, необходимое количество витамина В6. И в связке это работает очень хорошо. К тому же магний здесь представлен в двух формах. Это глицетат магния и цитрат магния. Это всё водорастворимые, полностью усвояемые формы магния. СО2-экстракт лимона, это важно для лучшего усвоения магния В6. Витамин Е, Д-альфа-токоферол. Ну и, конечно, витамин 6, передоксаль-5-фосфат. То есть, полная усвоёмая форма. Как применять? Вы сейчас видите рекомендацию на своих экранах, но подробнее я вам советую посмотреть это просто под товаром соответствующим. В самом верху под видео, то есть, верхняя ссылка, это как раз ссылка на вот этот препарат. Вы переходите на наш сайт, по ней по ссылке, надгар.русайт называется, и там просто читаете ту информацию, которая в более подробном виде изложена. К тому же, там есть брошюра, её можно скачать, либо просто посмотреть. Ну и по дозировке, и сколько нужно баночек при том или ином потреблении на один месяц, для удобства расчёта, сколько приобрести, тоже там всё подробно расписано. Я хочу сделать один небольшой акцент. Вот эти две природные формы магния плюс витамин В6 натуральный, вместе всё это очень хорошо положительно влияет на уменьшение стресса, что сейчас в наши дни, согласитесь, особенно очень важно. Что ещё очень важно, снимает спазмы сосудов, расширяя их, и тем самым улучшается кровоток, снижается повышенное артериальное давление, кровь доводит кислород и питательные вещества до каждой клетки нашего организма, включая периферию, где тонкая сеть сосудистая, микрокапилляры, микроартерии, и, соответственно, кровоток ухудшен, особенно у кого спазм сосудов. Этот препарат как раз эту проблему устраняет. Ну и тогда, пожалуй, какие комбинации, с чем оптимальны? Ну, конечно, этот препарат, то есть магний, вот этот два в одном, ну, где магний в нескольких своих формах плюс витамин В6, лучше принимать вместе, например, с коэнзимом КУ-10. Тогда митохондрия будет лучше работать, будет больше АТФ, то есть энергии. И, конечно, улучшится память, ну, а для детей это запоминание материала, ну, и так далее, сами понимаете. Ну и, конечно, витамины дополнительно группы В принимать стоит, то есть совместив эти три препарата, потому что, если есть стрессы, если нужно укрепить нервы, то это оптимально. Говоря о нервах, о стрессах, устранении их последствий, то я обязательно вам порекомендую посмотреть моё видео про профессора Исаева, про его препарат Кавьер-Ламин. И есть методика, которая в советские годы была создана, которая позволяет даже восстанавливать нервные клетки. То есть, как нам говорили, нервные клетки не восстанавливаются. Это в 80-е годы было доказано, и был создан такой препарат, ну, вернее, там комбинация препаратов, главный из которых, конечно, Кавьер-Ламин. Посмотрите видео о нём. Ссылки на это видео и на препарат Кавьер-Ламина тоже оставлю вам под этим видео. Говоря о памяти, гриб Герица или Ежовик Грибенчатый, это тоже дополнительная мера. Совмещать их можно, только по времени надо разносить. Кстати, для вашего удобства, у меня было такое видео, которое называется «Как совмещать между собой БАДы, лекарства, если кто-то принимает, и продукты питания». И ссылку на это видео я тоже вам оставлю под этим видео. Итак, если мало сил, энергии, надо увеличить, то комбинация трёх препаратов, вот этого магния с В6, плюс отдельно группы В, витаминов с В1, по В8, и Ку-10, коэнзим Ку-10 в липосомальной форме, это подъём энергии, сил, ну, и улучшение работоспособности, как говорится, на весь день, ну, и раскачка спящих, к митохондрии, что очень важно. Ну что ж, подведём итог, но я скажу только лишь, что всё то, о чём я говорил, ссылками будет под этим видео. Мы отправляем любые наши товары и ваши, соответственно, заказы в любые города России, страны мира, кроме тех, где уже нет, по той или иной причине, компании транспортной почты России. Это Австралия, Новая Зеландия, и, к сожалению, сейчас в Германию отправить трудно, то есть часто таможенники возвращают. А в США, Корею, там, не знаю, там, Англию, куда угодно, без проблем. Итак, магний – это важнейший минерал. Он очень важен для качества жизни. Подведём итог. Магний служит естественным антистрессовым фактором. Он тормозит процессы возбуждения в центральной нервной системе, что очень важно, и приём его перед сном логичен. В сочетании с витамином В6 он оказывает противотревожное, противострессовое действие и входит в комплексную терапию от депрессии при судорожных состояниях, когда идут спазмы мышц, и при нарушениях сна. Магний является кофактором для синтеза природных антиоксидантов, таких, например, как глутатион и мелатонин. Кстати, глутатион у нас тоже есть отдельным препаратом. Я вам, знаете, как вот верхняя самая ссылка будет вот на этот препарат, магний с В6. Следующая, вторая ссылка, ну, под ним, будет на все липосомальные нутриенты. То есть вот там вот всё, антиоксиданты, астексантин, там глутатион, что хотите. А также магний активирует рецепторы через АТФ иммунной системы. Ну и, конечно, магний способствует расслаблению мышечных волокон, что очень важно, я говорил про это, и снимает спазмы, значит, расширяются артерии. Ну, повторять здесь я не буду. Также магний принимает участие в энергетическом и электролитном обмене в организме. Он выступает также в качестве регулятора клеточного роста. И, что очень важно для большинства людей, думаю, это будет, ну, вот акцентировать особенно необходимо. Магний тормозит процесс развития атеросклероза и тромбообразования. Вот так-то, дорогие друзья. Итак, приобрести этот магний в двух его формах с витамином В6 в одном препарате, липосомальный магний, вы можете, перейдя по ссылке под этим видео. Верхняя ссылка будет на этот препарат. Под ним ссылка на все другие липосомальные препараты. Третья ссылка будет на препараты профессора Исаева. Там вы найдете кавиероламин и прочее. Ну, и далее будут ссылки на то, о чем я говорил. И плюс к тому, чуть ниже, на видео, которое стоит посмотреть. Все-таки, по крайней мере, мое видео про магний 4 в 1 и про магний, то, что я снимал вот годы назад, в том числе, может быть, даже про кроветворение, как это происходит, если вам будет интересно. Оставлю эти ссылки. Ну, и, конечно, как всегда, я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Жду ваши комментарии, предложения и вопросы под видео в чате. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok